Сегодня в Аджиникидовском суде пошел было процесс Монтеки и Капулете по горноуральски. Ромео и Джульетте по 18 лет жили в одном доме на фрезеровщиках 80 в соседних спа-объездах. В 15 лет при содействии уже искушенной Джульетте в миру Лены Гладких Ромео Фарид Габасов лишился девственности. С тех пор и зажили, что называется, в гражданском браке, периодически вступая в интимную связь. И даже требовали от родителей уже отдельную комнату. Но родители сказали, женитесь, как парень в армию сходит, и то верно. В 94 году началась лавстория, история любви. Но в горестном марте 97 года Лена Гладких сказала Фариду, все, иди от меня уже. У меня другой парень. 17 марта пришел Фарид к Лене на работу. А работает Джульетта в продовольственном магазине продавцом. И спрашивает Фарид, Лена, почему я же тебя люблю? А я нет, у меня другой. Фарид не сдержался, назвал Лену шлюхой, схватил за руки и как-то неловко свалил с прилавка кассовый аппарат. Ой, впрочем, стоимость аппарата 2 миллиона, Фарид магазину возместил. Магазин претензий к Фариду не имел и не имеет. Поимела претензии Лена Джульетта. Она через несколько дней сочинила ябеду в милицию о хулиганстве гражданина Габасова. Мол, дрался, матерился. Возбудили уголовное дело, 212-я часть, первое хулиганство. До трех лет неволя, а Фариду в армию идти, при этом он в армию идти хочет. Дело передали в суд. Фариду одновременно выпало идти в судебное заседание и в военкомат. Он, как настоящий мужчина, выбрал присутствие в военкомате. А за отсутствие в суде его натурально арестовали. Фариду стремительно упекарчили в СИЗО, 20 дней за любовь отсидел. Выпустили под залог в 3 миллиона. За 20 дней в СИЗО поимел Фарид морального ущерба, но вышел, пришел упрямый снова к Лене. Лена, я тебя люблю, может, хватит, заживем мирно по-прежнему. Нет, Лена хочет денег. Лена желает за моральный ущерб 7-10 миллионов рублей. Иск обещала заявить сегодня. И заявила бы, если бы процесс пошел. Но загруженный судья завис с другим процессом. А потом он идет в отпуск. Короче, слушания дела перенесены на сентябрь. Обстановка перед судом, как в трагедии, сошлись два враждебных клана с родными и близкими. Улыбчивая блондинка Лена Джульетта с мамой, подружкой и сумочкой с поцелуем. Нет, повести печальнее на свете.